Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Напротив меня, за нашим студийным столом, на своем традиционном месте, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея Вятского государственного университета. Евгений Альбертович, добрый день. Всем здравствуйте. Кстати, хочу сразу же передать благодарность от наших слушателей, после того, как программа с вашим участием выходит в эфире, потом у нас раздаются звонки в редакции, и люди, судя по голосу уже такого преклонного возраста, благодарят вас за то, что вы предоставляете возможность отправиться в те далекие времена. Вот как раз мы сегодня продолжим говорить о послевоенном Кирове, вернее, уже о 50-х годах. И вспоминаются слова одной из слушательниц, позвонила буквально две недели назад, говорит, прям как в детстве побывал, благодаря вам. Помните, когда мы рассказывали о 50-х, о районе железнодорожного вокзала, что там было и так далее? Ну, а сегодня мы продолжим, и мы так уже плавно... Совершим погружение, мы остановились на 53-м. Да, 53-й год 20-го века. И появился 53-й год погружения во времени. Ну, наверное, вот все-таки я и сам становлюсь уже реликтом по возрасту своему. Ну, какие наши годы? И поэтому вот если даже фильмы военные снимали люди, которые через это прошли, это была очень большая разница с теми, которые снимают 30-летние, которые знают войну очень условно. А вот перед погружением, ну, может быть, это не совсем 50-е, но года два назад мне приснился страшный сон. Я до сих пор под впечатлением и даже думаю, что же делать дальше. Мне приснилось, что я 50-летний, ну, примерно, там, плюс-минус, и однажды утром... Вот сейчас же полно книг популярных о попаданцах, там, туда-сюда, и везде, и анекдоты, и мемы, и все такое. И вот я 50-летний, одним утром я просыпаюсь в теле себя пятилетнего. Вот, просыпаюсь и... Разум пятилетнего ребенка? Почему? Разум пятидесятилетнего. Я все знаю, что будет, что будет с родителями. А, но физически вам пять лет. А на деле я маленький мальчик, и вот, и мне куда, вот, и что. Это был ужас, шмар, наверное, вот стоит книгу написать, то есть вот. Потом я начал размышлять, что бы я делал. Я знаю все, что будет со страной, с городом, с одноклассниками своими, с родителями. Но я ж не могу это сказать. Если идти куда, в ПГБ, там просто куда-нибудь отправят в психушку, будут опыты проводить. Отдыхать нужно, Евгений Альбович. Да, потом я нашел все-таки... И активнее. ...версию, вот, может быть, возьму, на старости лет и книгу напишу. Ну, ладно, поехали в 53-й год. 53-й год, знаковый во многом для страны год. Да, но сейчас в общем-то порядку. Да, много чего было в 53-м году. И пожар у Зверинца здесь, в Ирове, и похороны Сталина. Кстати, из Ирова многие собирались съехать. Вот, действительно, волна была скорби и пытались... 5 марта 53-го года. Да, пытались ехать на похороны Сталина, в том числе известный писатель Мельчаков, но он ту пору учился в городе Горьком. Вот, и, видимо, благо все-таки было в том, что ограничили проезд на поездах, билеты не продавали, нельзя было попасть в Москву. Это специально, да, чтобы потока большого не было со всей страны? Да, и, наверное, жертв было бы на этих похоронах еще бы больше, если бы масса народа... Ну, даже в фильме было показано, посмотрел не так давно фильм «Смерть Сталина», который тут пытались у нас запретить. Его и запретили. Запретили, его не показали у нас в кинотеатрах. Посмотреть можно всем. Да, можно, конечно. Всем кому не лень, но, в принципе, наверное, сам дух эпохи Переда, может быть, персонали и внешне не похожи на типажи, характеры. И, вот, 1953 год он примерно так, наверное, и был. Ну, конечно, там, особенно в Пирове, не ездили уже и не арестовывали массами. Там, в 1937-м, однако, все равно повеяло новыми репрессиями. Не буду, наверное, повторяться подозрительности Сталина в последние годы жизни, но, вот, все-таки после марта и наш город был на перепутье, все гадали жить дальше. Был Маленков, потом Хрущев, расстрелян английский шпион и враг народа Берия. Вот газеты пугают холодной войной. США и СССР поочередно испытывают водородные бомбы. Это все появляется в Кировской перерасе, да? У нас, конечно, пишут, бюджет страны подорван вооружением. Ну, и в Ирове. Я уже говорил, что рточную систему отменили в 1947 году, но прилавки все-таки. Если в Ирове еще чем-то были заполнены, то в районах было гораздо хуже, а в деревне все-таки была потрясающая бедность. Паспортов, я напомню, у деревенских не было. Деревню обложили в 1953 году огромными налогами. Хотя народу еще немало было по сравнению с сегодняшним временем, но, тем не менее, жизнь была бедна и нелегка. Возникла нелюбимая персона налогового инспектора, который в ту пору это был обычно такой человек хмурого вида в брезентовом плаще, в сапогах, который ходил от деревни и облагал налогом все, что приходил в дом, садился... То есть, из чего он исходил, вот этого облагать? Обложили, государство придумало налоги, и вот он приходил, этот налоговый или финансовый инспектор, садился, и та смородина, у вас один куст, вот этот, а налог-то у этой яблоня перед домом растет, налог-то у этой... И вы обязаны сдать... А налог-то в денежном выражении? Да не только в денежном, сколько из них было? Причем денег иногда и не платили трудоднями, там, и зерном, и чем-то, а они обязаны были сдать... Хоть и ты имея, не имея куриц, ты обязан сдать яйца столько... Это ты имеешь там овцу или не имеешь, ты обязан сдать шерсть, вот, поэтому где-то добывали, в общем, не знаю, как выкручивались, но, наверное, во многом это тоже известно по книгам и по воспоминаниям людей тех лет, поэтому все-таки уже в ту пору пытались из деревень, уже процесс начался, благо... Несмотря на то, что паспортов не было, да? Ну, варианты были, либо мобилизоваться куда-то на стройку, но это надо было, чтобы дал разрешение председатель где-то там, а он не давал, потому что кому работать, ну, а после войны куда? Да, вот даже полно было, что майоры, которые там на войне, в общем-то, выполняли какую-то роль вплоть до, там, начальников штабов или все это, и солидное звание, они работали обычными свинарями вот в Ировской области. Где-то недавно, перелистая во старые газеты, я увидел, что там был награжден вот бывший майор фронтовик, который был свинарем, ну, зазорным не считалось, эпоха была такая, что, в общем-то, просвет еще чуть-чуть забрежил, и там до первой про Талину было еще, как там спел известная группа, вот, про первую про Талину эпоха на Сталину, и далеко не сразу все это началось. Ну, в целом-то, в Кирове, как вас приняли, смерть вождя был траур, масштабный? Траур, видимо, большой масса фотографий, когда идет траурная процессия, театральные площади, вот, а в основном растерянность была, никто ж не знал, и город, и вся страна, кто-то радовался, кто-то по-разному, тут на всех, наверное, у нас генеральных секретарей реагировали по-разному, сколько людей, столько и мнений. Ну, давайте вот немного в мире все-таки, что Вят, она не могла жить в вакууме, и вот, что творилось в этом году, и представить, что у нас это все-таки город, треть от сегодняшнего населения, заасфальтирован до театральной площади, до Карла Маркса, дальше еще, октябрьский, не начал строиться, бездорожье лютое, в основном жизнь в 1953-м, вот, как она была, в деревянных домах, вот, мало что менялось, да, в дореволюционных этих постройках, изменилась только в худшую сторону, вот, недавно в соцсетях выложили записку из медальона погибшего ировчанина, жил он на улице Володарского, меня удивило, там, до сих пор там все это репостят, и ищут родственников хотя бы, я сейчас фамилию не помню, но меня удивило, что, что Володарского дом такой-то, квартира, по-моему, 8, комната 30, вот, я подумал, да, почти... комната? В квартире, в доме 8-я квартира 30-я комната, то есть это даже дом деревянный, но почти по высоте, там у него было на 48 комнат, всего одна уборная, а тут, наверное, 30-я могла быть и не последняя, интересно, что за дом этот такой, я, наверное, пройду и посмотрю, ну, все было, все было еще в проектах, вот, ну, интересно сравнить все-таки, как жил мир, хотя у нас были признаки цивилизации, по асфальту гуляла публика, уже начиналось какое-то после, вот этой послевоенной бедности расслояние, то есть были красивые дамы в фельдеперсовых чулках, в вуалях, в шляпах, в шапочках, вот это все было в основном подсмотрено с трофейных или американских фильмов, их даже мало, вот были в тяжелых драповых пальто мужчины, в шляпах, чашки, с ольвом, такие были, велюра и зайча, велюра, шляпы, и эти шапки зимние были, в общем, внешне была цивилизация, несмотря на то, что бараки и дома, ну, а тем временем, в 1953 году в мире, кроме вот этих мрачных гон и вооружений, там и холодной войны, например, вот в США начинается экспериментальное цветное телевещание, в Англии выпущен Ford Popular, самый дешевый четырехцилиндровый автомобиль в мире, а в США начал издаваться журнал «За девочками» и «Плейбой», ну, не постижимый, потому что в 1953 году в США приведен присяги президент Эйзенхауэр, и инаугурация его впервые транслировалась по телевидению на всю страну, Тита избран первым президентом Югославии, в этом же году был впервые поорен Эверест, вот, а в Бермудском треугольнике без вести пропал английский транспортный самолет «Йорк», а на борту было 30 человек, вот, ну, конечно, обо всем и не писали, я думаю, местная пресса ограничивалась национально-освободительным и рабоче-освободительным движением в странах империализма, а вряд ли они писали о каких-то достижениях, разве что, может, специализированных изданий, ну, вот, в начале 1953 года, я уже говорил немного в прошлом выступлении, что газеты «Правда» известен, ну, конечно, и «Правда» перепечатывала на передовой странице сообщение о раскрытии заговора кремлевских врачей. Девять ведущих врачей, большинство были определенной национальности, обвинялись в отравлении секретаря ЦАК ПСС Жданова и начальник главполитуправления Красной армии Щербакова. После смерти Сталина дело врачей было объявлено фальсификацией, обвиняемые оправданы, хотя двое из них спинчались. Ну, вот, я думаю, что вот Москва-Москвой, ну, вот этот общий фон, эта общая истерия, она коснулась и Ирова. И много было случаев, когда врачам, вот в этом 1953 году, даже врачам, и там русской национальности другим относились подозрительно и настороженно ожидали, что вот кругом вредители подсыплют стекло, там лекарства подменят, заразят прививками или чего-то. Потом возникали огромные, конечно, конфликты, и были случаи, может быть, не в нашем городе, но у писателя Кабакова это описано, как людей доводили до самоубийства, в том числе врачей. Вот, потом, когда все выяснилось, что все это фикция, пытались там и соседи, и сослуживцы оправдываться, но, тем не менее, вот, может пропаганда зомбировать население, это было во все времена. Вот интересно, еще, когда погружаешься в послевоенную жизнь, примерно, знаешь, там, чем питались, в чем ходили, одевались, но вот интересный факт еще всплыл, но это было раньше, 1953 года, но, видимо, после войны обживали территории у нас отошедшей СССР после Финской войны, ну, тем более, после Великой Отечественной и в Ирове. В Ировской области надо было найти 300 семей колхозников на переселение, на вот этот крест, вновь присоединенное территорию, причем надо было отобрать самых лучших, надо было отобрать там достойных с хозяйством, им давали целые составы железнодорожные, 300 семей, это очень здорово проредило, конечно, наше хозяйство, причем их везли с гусями, с поросятами, там, если с чем-то было, ну, понятное дело, что от налогов, им там обещали дома, ну, дома, конечно, были уже, видимо, изъяты там у населения, местного, но я думаю, что раз тогда давали план, то план должен был быть выполнен, и 300 семей уехали. Интересно. Это в течение какого времени? Это после войны началось, это в 47-м, и вот процесс продолжался, видимо, несколько лет, вот, малоизвестный факт такой, что заселяли бывшую Финляндию. И без возможности вернуться? Ну, может, через какое-то летно. Не только ведь сюда, вот, мой дядя, например, оказался в Симферополе, в Крыму, тоже после войны надо было, Крыму же там, население практически не оставалось после всего, надо было заселять, ну, это мы в 54-м году, как раз, когда Крым отошел к Украине, это следующий год будет. Ну, а что в Кирове-то было? Ну, в 53-м начал работу литейный механический завод, ныне экспериментальный завод спортоборудования. В первые, в 53-м, в Первенске РСФСР, зона Урал дебютировала, и РСФСР, 4-е место из 9 команд, 5 побед, 3 поражения. Вот она, школа-то была. Ровно 65 лет назад. В этом же году зафиксировано последнее нападение волка на людей в области Фаленском районе, причем летом. Не знаю, хотя, судя по воспоминаниям, и в том числе был известный научный деятель во университете Павлов, он описывал нападения и более поздние, но тем не менее... Этот факт зафиксирован именно. Да, в 53-м году. Ну, а что за жизнь-то окажать? И подвалы, и полуподвалы, и пара, и коммунал, и 4 метра жилья на каждого жителя. Строительный бум еще впереди. Ну, хоть что-то-то строилось. В 55-м. В 54-м, да. Это мы чуть-чуть вперед. В 53-м еще вот как бы... Ну, и до войны, в принципе, были очереди, народ-то был привычен. Вот талоны отменили в 47-м, но и в 53-м с продуктами было непросто. Вот если после войны, как там пел, опять же, Высоцкий, что было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и потом куда надо впадали. Вот цены-то, конечно, снижались на 10% по сравнению с действующими в войну ценами. На основные продукты, а на... Ну, основные, я там, видимо, хлеб. Хлеб, крупы. Да, крупы. А на остальные они сохранились на военном уровне. И поэтому, в принципе, в итоге цены на все продовольственные товары были выше довоенных, за исключением, вот, как бы сейчас сказали, продуктовой резины, но резина была, конечно, очень малая. И норма была отпуска. Вот в Ирове не так уже там, что... Даже если что-то и было в магазине, в том числе и рабы, которые никто не ел, потому что не знали, что это, и прочее там. И это была норма отпуска. Например, по 1953 году хлеб печеный 2 килограмма мука. Это в день на человек. Да, мясо и мясопродукты по 1 килограмму. Колбасные изделия, в чонности, были ли они, значит, были сметаны и сахар по пол килограмма, молоко литр, хлопчатобумажные ткани 6 метров, мыло хозяйственное 1 кусок спич и 2 рабка. Дефицит, конечно, не отбивал желание выглядеть модно. Это вот, ну, хорошо было школьникам. Интересно, смотришь, уже в 1953 году еще только начиналась эта вот серая форма, по типу гимназической с ремнем с вурашкой, но в основном вот эти шкалеры младших классов ходили в куртках, которые назывались Бобочка. Бобочка это была. Ну, молнии еще были дефицит, они были у летчиков, там, на куртках у каких-то этих полярников, а штаны исключительно были на пуговицах в то время, это даже, пожалуй, до 70-х годов до появления джинса, тем более вот эта Бобочка была на пуговицах, например. Из, от матери, от бабушки, из старого платья шили там плечи и рукава, из папкиных старых штанов шили спину и передние лацаны там еще чем-то декорировали. Вот иногда подшивался белый подворотничок такой, и вот в этих... То есть вот такая достаточно экологичная штука такая. Ты смотришь на фотографии... А название-то откуда такое появилось? В Ирове у памятника Сталину, вот и дети в этих бобочках, и причем еще интересно, что вроде и холодно, а кто поприличнее, ты одет, вот там видно, что осень, уже деревья без листьев, и дети почему-то стоят, стоят они в таких маленьких... Ну, курт или пальто на пуговицах и в шортах. Из того же материала теплые шорты, голые колени, осенью, уже в октябре-ноябре. Ну, может, это специально для того, чтобы снимок сделать? На самом деле потеплее не будет. Ну, девушки, вот можно определить сразу. Была до конца школы девушки с двумя косами, ходили, но уже постарше. Это было обязательно, вот замуж была одна коса, девицы ходили с двумя, но для дам постарше уже появилась химическая завивка, исполнялась она в ту пору на деревянных специальных коклюшках с оборачиванием папиросной бумагой сначала. И дамы спали, видимо, в этих вот... Ну, чтобы не наружить. Бигуди, это позднее, название пришло, а вот так вот завивались. Поэтому полночи бумага шуршала, а потом превращалась в грязные комочки. Ну, то же самое, что сегодня брови в парикмахерской выщипывали в ту пору в ниточку. Вот, не знаю, без обезболивания, наверное, зачем. Ну, кому-то нравится. Ну, вот такое, да, веяние модно. Мужские стрижки, конечно, оставались и предвоенные, боксы, полубоксы. Мужской одеталон шипр или тройной, но, наверное, пить еще тройной не принялись. Для женщин духи Красная Москва, это дореволюционные духи, переименованные еще, видимо, когда-то были перед войной в Красную Москву. Но в Ирове появлялось первое мороженое. Оказывается, все мороженое, в том числе и знаменитая Ировская, и Ленинградская, и весь пломбир, это, конечно, были копии американского мороженого. Еще маленьков, еще перед войной, по-моему, ездили они в Америку, отобрали лучшие сорта, сливочный пломбир. Такое-то, такое-то все, и оборудование было вывезено, а потом появлялось и у нас. Но в Ирове, вот, даже позднее были в стаканчиках вафельных мороженое, то есть были отдельно стаканчики, и при тебе в мороженое, вот, накладывали. Здесь были просто две вафли, а между ними, вот, как бы, вкладывали шарик мороженого и расплющивали. И надо было быстро-быстро есть, потому что могло быть очень со всех сторон. А 48 копеек-то гораздо позже уже появилось? В 53-м, 48-м, это уже было, нет, меньше, 22 копеек. Это 22 копеек в стаканчиках, 15 копеек, но это в 70-е, в 60-е, а тогда, мы сейчас про цены тогда поговорим. В принципе, вот, если уж сравнивать, вот, с чего мы начинали первые послевоенные годы, то, вот, сам-то кризис и очень бедственное положение, голод все-таки был в России и в Ирове преодолен. И даже в нашем городе уровень жизни, он вернулся к предвоенным, а предвоенный был не очень высокий, но, в принципе, ну вот, я не знаю цену на мороженое, но средняя зарплата в 53-м году составляла 719 рублей по стране. Вот, это последенежные реформы было 47-го года, которая проходила в форме деноминации с конфискацией, видимо, излишних, но очень напоминает вот реформа, когда была у нас... 98-й? 98-й, то тоже, я помню, что на таможне были задержаны, и это армяне, целый самолет они загрузили вот этими уже упюрами, которые перестались с определенного часа, с определенного дня ходить, они, в принципе, бумага, ему бумага ничего не сделали, вот из этого пытались раздуть это дело, но точно так же, то есть, взяли, вот, обменяли, ну и реформа была и в 60-м, в первом году, по-моему, дойдем и до нее. Вот, народ, конечно, с одной стороны накоплений лишился, вот, но эта реформа позволила в том числе отменить арточную систему, ну, зарплата рабочих в то время. Поливалось от 800 до 3000 рублей, ну, у нас, конечно, далеко не все рабочие были квалифицированы, вот, за неимением, видимо, подготовленных кадров рабочих, вот, часть приехала с заводами, уже старые, старые, у вас уже профессионалы, пролетарии, там, которые могли, а планы даже на 600% выполняли пленные немцы, фрезеровщики, и там, и это были станочи, и вот, которые, может быть, и обучали. В основном, конечно, ну, вряд ли, вот, да, линей и 800 рублей в ту пору у ировских рабочих доходила зарплата. Ну, больше всех у нас не было, конечно, получали шахтеры, стахановцы и столевары, и зарплата была и 8 тысяч рублей. Зарплата инженера была от 900 до 1300 рублей, ну, и ревесекретарь райкома КПСС получал полторы тысячи, министров у нас не было, ну, это было 5000 рублей. Профессоры академии, профессоры были академии, не помню, и ревесек до 10 тысяч рублей. Вот, кстати, что радовало. А сейчас можно как-то сопоставить тысячу рублей 53-го года? Можно сопоставить. Ну, как сопоставить, давайте вот посмотрим, что же мог себе позволить купить рабочий или инженер на зарплату 800 рублей. Возьмем минимум, потому что в Ирове, ну, стахановцы были, ну, как-то, видимо, движение это 53-му году подувяло, уже утратилось. Много времени прошло уже, да. В 53-м году килограмм черного хлеба стоил 1 рубль, белого 3 рубля, говядина, ну, если она была, конечно, 12,5 рублей, рыба 7 рублей, молоко 2 рубля 24, и сливочное масло 27 рублей 10, яиц 8 рублей, сахар 9, ну, и окруляю, растительное масло 17 рублей, водка 22 рубля 80, водка была сучок. Пробки еще алюминиевой не было, видимо, туда сверху закрывалась горлышкой такой картонной, такой пробочкой, не пробочкой, просто кугляшом и сверху заливалась сургучом. И вот надо было взять такую тяжелую вилку с тяжелой ручкой, цельнолитую металлическую, и просто тут вот обстучать. Сургуч отпадывал, и вот можно было. Я зацепился за десяток яиц, 8 рублей, да, вы сказали, соответственно, 8 десятков можно было купить. Пара обуви 189 рублей, метро сица 6 рублей, шерсти 113, но это уже дальше утомительно шел, 100 рублей. Ну, вот на зарплату в 900-800 рублей можно было купить, вот сопоставляйте, рабочий, да, ну, там, или инженер средний, мог купить в месяц 300 килограммов белого хлеба, 75 килограммов грядины, 300 литров молока, 39 бутылок, вот, ну, 40 бутылок, возьмем у нас, ну, даже опустим цену, 40 бутылок. Ну, минимальная сейчас у нас 200 еще, по-моему, да? 200, да, да. Вот, может быть, 8 тысяч. Ну, да, вот тогда сейчас побольше можно, наверное. Выросло благосостояние трудящихся. Четыре пары. Ох, это привычка русского народа. Да, причем, конечно, не стоит забывать, что страна жила очень неравномерно, ежели, вот, Москва, там, и особенно после блокады Ленинграда, и столицы союзных республик снабжались, вот, уже к 1953 году эта система установилась, и потом уже начались миграции, не от хорошей жизни, вот, а к миграции мы перейдем уже в 54-м году. Ну, вот, непосредственно в 54-м мы и войдем, наверное, частично, уже после небольшой рекламы. Давайте. Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о Кирове 53-го, 54-го годов прошлого столетия. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Авиатского госуниверситета. Собственно, благодаря вам, Евгений Альбертович, мы отправились в те далекие годы, и вплотную уже подошли к году 54-го. Да, уже первый, после Сталинского госуниверситета. Картинка рисуется такая непростая, в целом, надо сказать. А когда было легко жить, да? Нет, веселее все-таки становилось, и я полагаю, что вот эти самые ужасные, самые голодные годы, 47-й, 48-й, безнадежная, да, атомная бомба, неурожай, засуха, отсутствие жилья, вот это все преодолевалось, и, тем не менее, уже по городу ходили красивые желто-синие троллейбусы уже с 40-го года, уже появились, в принципе, первые победы, вот уже менялся. Легковые автомобили. Да, дураж какой-то жизни, ну, вот теперь вот так вот, все, и что, как вот, раз, сразу, вот теперь. Она ведь все-таки далеко не сразу начиналась первыми. Да уж, само название гораздо позже было придумано. Да, выпустили все-таки по амнистии уголовников, а не политических. А Иров был перевалочной базой на пути из северных лагерей, там же все эти были... Ну, контингент разношен, да. Все ехали, и поэтому, вот я даже слышал от своих родственников войну, когда уголовники здесь появлялись, по амнистии выпущенные, то... Ну, что город представлял? Деревянные дома, заборы, ворота, калитки вот эти запирались, но люди иногда выносили, клали на скамечки еду, хлеб, там, вареные картошки, ну, там, что было, чтобы хоть все эти амнистированные блатные не лазили в дома. Да, она ведь залезла бы в любом случае. А эйфория, конечно, снимала. И говорили, что холодная война съела деньги, мы с этим это смирились, вот, вроде бы и тупик, но тут снова такой был подъемный плеч. В 1954 году у нас правительство и компартия решили отправить всех на Целину. И у нас вот из этих несчастных, забытых богом вязки деревень, конечно, очень много поехало на Целину. Целые поезда Целине отправлялись. Ну, а я по традиции все-таки немного пробегусь. Вот то, что у нас было описано, все-таки, что же в мире было в 1954 году. В международном фоне. В 1954 США объявили о том, что испытали водородную бомбу, мощность которой более чем в 500 раз превосходит бомбу, сброшенную на Хиросиму. А в Египте полковник Гамаль Абдель Нассер, помните такого? Но при жизни нет? Ну да, вот я тоже. Только из-за чего? Я даже частушку вспомнил, уже позднюю. И уже потом присвоили героя. Хрущев им присвоил героя. Советского Союза, видимо, к неудовольствию всех ей была, частушка там какая-то. Лежит на солнце, греет пузо. Полуфашист, полуэсер, герой Советского Союза. Гамаль Абдель на всех Нассер. Вот этот самый Нассер или Нассер, наверное, совершает госпереворот и занимает пост премьер-министра в Египте. Через два года его свергли, но все-таки он снова остался. В США стали танцевать танец Ча-Ча-Ча и потом во всем мире. Француз и следователи на Батискафе опустились на глубину 4 километра. СССР, не поверите, выразил желание войти в НАТО в 54-м году. Началось с того, что в Англии выходит постановление об обязательном установке и мигающих указателей поворота на всех автомобилях. Не было же поворотников. На машинах, на ГАЗ-67, на Виллисах, может быть, на ранних СТУДБР-ах повороты показывали. Высунув ее. Вот для чего была, если кто помнит старая ГАЗ-67, для чего была дырка в брезенте под стеклом водителя? Во-первых, поправлять фару искателя, во-вторых, показывать поворот. А когда появились первые москвичи, опять же, забегу вперед, москвичи 400, у них повороты показывались. Там тянул водитель рычажок и между дверцами такой слева или справа вылезал флажок, который показывал, куда ты желаешь ехать. Ну, видимо, не только мы отставали, вот в Англии с 54-го года тоже начали внедрять. А вот у нас и телевизоров-то еще не было у народа и даже не продавались. А в США в 54-м начинается регулярное цветное телевещание, телевещание. Началось энверное изготовление гамбургеров компании Макдональдс. Выходит она на международный уровень. В Афинах вспыхнул мятеж. В общем, и не знаю, вот так вы сможете. У вас есть такие на эхо специалисты. Например, в 54-м рекорд был побит на выпуск новостей BBC. Ведущий Ричард Бейпер установил рекорд такой. Он читал новости на протяжении 28 часов. И потом 28 лет он работал, аж по Рождеству. Ну, а в СССР там все-таки отвергли объединение Германии. Хоккеисты сборной разгромили канадцев со счетом 7-2 и стали чемпионами мира. Вот оно как было. Дала только первая в СССР атомная электростанция в Обнинске. Ну, и главное событие, конечно, это было с Президиумом Верховного Совета СССР. Передача Рымской области и состава РСФСР в область Рынской СССР. Ну, не Хрущев его подписывал об этом тоже. Уже было много чего написано. Вот. Все-таки у нас что творилось. Да, вот что же Киев? Перед ротоком населения нацелено. Тем не менее, было построено новое здание технологического техникума на улице Дериндяева-22. Это Преображенская Дериндяева. Преображенская Дериндяева перекрестка. Ну, село, село, бедное село. Читаешь, чем дальше читаешь, тем хуже. В Богородском районе было 306 деревень. Вот и с этого года количество стало спрощаться. Сегодня осталось менее 12. С 306 до 306. 306. В этом же году в Ирове возводятся первые послевоенные Сталин. Первый 77-й квартирный жилой дом по улице Орла Маркса. Это вот с отделением бывшего транспортного агентства на первом этаже. Второй дом был построен на углу Лениной и Профсоюзной. Это дом завода имени Октябрьской революции, позже Метака. Ну, перед мостом зеленый дом, сейчас такой. Вот. И жилой дом начали строить на углу Октябрьского проспекта и улицы Профсоюзной. То есть, и началась движуха по Октябрьскому проспекту. И начали строить сразу два дома. Это дома с Аркой. На Октябрьском 80-е и магазин спорттовары, вот будущий там же, на Октябрьске. На Октябрьске 72-е. И событие Филейка уже перестало быть отшибом, перестало быть задворками города. Барачным поселком 20 января 54-го года было открыто движение троллейбусов от площади Лепси до Филейки. А, Лепси. Ну, вообще, генеральный план, хотя вот и был составлен в 54-м году, но он остался без... Это был первый генеральный план после войны? Первый после войны. Первый после войны. Ну, предвоенные были грандиозные планы. Я вот говорил, что ботанический сад был на 20 гектарах и прочее. Несколько кварталов он был бы занят. Но он остался без утверждения. Это был тоже интересный генплан 54-го года. В нем предусматривалось расширить улицы Ленина, Эрла Маркса, Коммуны, Дрилевского, Энгельса и Пролетарскую расширить. Куда не знаю, но расширить. А на месте только что закрытого Ахтырского кладбища предполагалось устроить Центральный парк культуры и отдыха. Ну, Ахтырское кладбище – это территория нынешней областной улицы. А в 54-м планировали все это и парк культуры. Но все улицы остались в прежних границах. На территории через 4 года была построена и больница. И снова я говорил, что мосты через Вятку были проекты и довоенные. Была насущная необходимость. Генплан 54-го года снова предусматривал сооружение моста через Вятку в створе улицы Роза Люксенбург. Где Роза Люксенбург? Опять не нашли финансов. Ну, и процели. Ну, конечно, отправляли целыми поездами. Это был принудительный процесс? Нет, нет. Это все... Пожелание. Как на БАМ вот ехали. На БАМ не так массово. Видимо, не от хорошей жизни ехали в теплушках, ехали и в таких вагонах там с гармошками, с песнями. В основном, конечно, сельская молодежь, но и студенты, и сельхозинституты, и другие ездили, отрабатывали на практику. Казалось, что в далеком Азарстане жизнь будет лучше, чем на Авиацкой Родине. Печально, конечно, что многие вернулись обратно, многие ничего не получили там желаемого нацеления. Но это процесс не только авиацкий. Вот и потом пошли работать на оборонные заводы, и в деревню все равно они вернулись. Вот поэтому и те самые 306 деревень в одном районе, не только в Богородском, а полгода было. Ужасная цифра, конечно. Ну и, конечно, в 1954 году зашел разговор. В 1954 году разговор о строительстве телецентра, когда группа радиолюбителей инженеров предприятий города решила построить любительский телецентр, а ОМК, КПСС и облсполком поддержали инициативу. Вот интересно, знаете, что у нас в 1954 году, а вот сегодня печальное событие, сегодня умер режиссер Станислав Говорухин, и вот он оказывается в Казани, он со своими же друзьями открыл телецентр в 1955 году. Он был работником, потом режиссером телецентра, вот начиная с 1955-го. А у нас это случилось в 1957-м или 1958-м? У нас в 1954-м проект, когда уже стали строить. Ну, еще, конечно, немного... Все, у нас время еще есть или чуть-чуть? Ну, к сожалению, нету больше времени. Нет, это еще тайны города, что... Да только лишь на завершающую. Тогда я о тайне города скажу, что снова новые разработки стали. У нас вернулись военным разработкам в Институте Красной Армии, в котором Институт Микробиологии вывели боевой штамм, не буду уточнять какой, а Рыз, по легенде, вылавливали в канализации города Ира. Вот для этого... Ну и слушали музыку на патефонах, звучали, танцевали. Михайлович, Анна, пели, в общем-то, и частушки, и песни под гармошку. То-да-сё, но тем не менее, еще в 1954-м году появился рок-н-ролл. Но до Вятки это еще было очень долго. Пока не дошло. И до следующей встречи, уже в 1955-м году, там уже у нас совсем интересно. Да. Напоминаю, что программа, сделанная в Вятке, выходит раз в две недели. И по пятницам в 13 часов. Спасибо большое. Евгений Питулин, историк-кровевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. До встречи через две недели. Всего, хорошо. Спасибо.